Зинаида Петровна, ну как, отмыли? Отмыла день! Только ты, конечно, отпускные наши в холодильнике рядом с вареньем больше не прячь. Так я, понимаете, я ж сюрприз хотел сделать. Думаю, вы в холодильник по листью за вареницем клубнишным, там, чайок, когда сядь пить. А тут бац, и отпускные. Вот. Ну, бывает. Друзья, всем большое пламя, и меня зовут Денис Колесников. Это сериальный трындец в межсезонье 2018, выпуск номер 10. Сегодня знаменательный день для многих сериаломанов. Дело в том, что Netflix выпускает, и, как обычно, сразу все эпизоды, второй сезон популярного, буквально с прошлого года, популярного сериала под названием «Озарк». Чтобы подготовить вас ко второму сезону, давайте я немного освежу вашу память и расскажу, что было в первом. Итак, знакомьтесь. Вот это Мартин Бёрд. Привет. Обычный финансовый консультант, который в свободное время отмывает деньги мексиканского наркокартеля. А вот это его жена, а также заботливая мать Венди, которая, правда, изменяет ему пару раз в неделю, а иногда даже и чаще. По вечерам за семейным столом собираются и подкалывают друг друга их дети. Марти – неугомонная Шарлотта и слегка странноватый Джона. Надо сказать, что Марти – человек тихий, спокойный, совершенно не конфликтный, и даже зная об изменах жены, он как-то совершенно не любит поднимать эту тему. То бишь Мартин – совершенная противоположность своего шебутного партнера по бизнесу, который в определенный момент подставляет его и всех работников их небольшой финансовой компании, потому что начинает подворовывать часть отмытых денег у опасных ребят из Мексики. За что, собственно, и оказывается в бочке с кислотой. Ужас, какой день, ужас! Так как бабуленьки нужно вернуть, Мартин пользуется единственным своим шансом и убеждает головорезу в том, что он вернет все деньги, да еще и процентов им накопит. И вот тут-то впервые и всплывает курортный городок Озарк, в честь которого, собственно, и назван весь этот сериал. Находится он на берегу очень живописного озера в штате Миссури. Марти в срочном порядке увозит туда свою семью, и оказывается не просто так. Во-первых, оставаться в родном Чикаго им просто опасно. А во-вторых, здесь, в Озарке, достаточно мелких местных бизнесов, плюс поток туристов с налом, который им как раз и нужен. Ну, то бишь, Мартину и его семье. Вся модель отмывания денег у Марти проста. Ну, например, в баре продали 10 бутылок пива, а списали, как будто бы продали 100. Вот эти отмытые деньги приходится возвращать мексиканскому наркокартелю. Как и положено быть главному герою сериала, Мартин Бёрд обаятельный и вызывающий сочувствие человек, которому просто не повезло. Не, ну он хотя бы не в бочке с кислотой день, это правда. Деньги, по сути своей, это отражение сущностей человека, говорит Мартин. Именно этой, а также другими финансовыми премудростями делится с нами Мартин, пока перетаскивает в тайник несколько контейнеров и спортивных сумок с наличными деньгами. И, кстати, пачки американских долларов здесь в определенной степени тоже герои сериала. Их зарабатывают, теряют, ради них умирают и продолжают жить. В какой-то момент заградывается мысль, что нечто подобное мы уже видели. Именно так Волтер Уайт в свое время пытался выживать и спасать свою семью. Но в Озерах, вместо безысходности, которая была одной из основных эмоций во все тяжкие, несмотря на все проблемы и сложные ситуации, постоянно ждешь, что Мартин найдет выход, и он таки его находит. По сути, все сложности, с которыми Мартин столкнулся в первом сезоне, в общем-то, они были как-то сглажены или даже улажены полностью. И вот если главные герои во все тяжкие со временем превратились в тех, кого они так сильно боялись, то Марти Бёрд за 10 серий первого сезона пока не успел этого сделать. Он все еще верит людям, жалеет их и вздрагивает каждый раз, когда рядом кого-то калечат или убивают. Хотя стоит отметить, что с каждой серией он становится все жестче и безжалостнее. Если в какой-то момент вы устанете от этой густой криминальной драмы, переведите дух и посмотрите на великолепные пейзажи. Гладь озера, красивые обрывы, холмы и бесконечный лес. Съемки просто-таки в лучших традициях National Geographic. Именно это, кстати, придает дополнительный контраст этому сериалу. Под конец первого сезона экшен все больше и больше набирает обороты. Оказывается, что в мирном озерке есть как очень опасные люди, так и идеалисты, а иногда и просто идиоты. И те, и те мешают бизнесу Мартина, а деньги, как мы знаем, любят тишину. И не любят варенье, чтоб ты знал, Геня. В итоге в городе начинают погибать люди, туда наведывается ФБР, наркокартель давит на Мартина, и вообще жизнь там уже никогда не будет прежней. А ведь и правда был такой тихий, спокойный городок. Джейсон Бейтман, которого мы чаще всего знаем по комедийным проектам, а также по задержке в развитии. Это такой сериал, если что, ребят. Спасибо, Зинаида Петровна. Так вот, здесь он не только исполнитель главной роли, но еще и режиссер нескольких серий и исполнительный продюсер всего сериала. Вообще в Озер как-то удачно легли все карты. Тут и отличный каст, и сценарий, и режиссерская работа, и даже цветокоррекция в таком идеальном балансе, что думаешь, ну почему все сериалы не могут быть вот такими? Ну а сегодня, 31 августа, как я уже и сказал, на Netflix появились все 10 серий второго сезона. А это значит, что вам, Зинаида Петровна, стоит запастись кровололом, а вам, дорогие друзья, попкорном, водой, едой и одной бессонной ночью. Потому что скучно точно не будет. И вообще даже первые две серии второго сезона выносят напрочь весь мозг и стирают добрую половину ваших нервных клеток. Ну, со мной, по крайней мере, было так. В этом выпуске мы специально не стали показывать межсезонческую шкалу ЗП по сериалу Озерк, потому что, ну, я думаю, вы даже из сегодняшнего обзора все и так поняли. Но нам очень интересно ваше мнение. Что вы думаете о первом сезоне этого шоу, и что скажете о сериях второго сезона, который только-только стартовал? Пишите, нам, правда, это очень интересно. Как всегда, в описании к этому видео есть ссылка на донат, если вы хотите поддержать выход новых эпизодов сериального трендеца. Там же в уголке под видео есть кнопка колокольчик и подписка, если вы здесь впервые еще не успели этого сделать. Ну и, конечно же, что еще у нас там обычно? Конечно же, сделайте репост своим друзьям в социальные сети или куда-то еще, чтобы все знали, что есть вот такой вот годный контент. Деня, а еще Лойс за Войс и Бэкстрит Бойс. Лойс за Войс, друзья мои, и за Бэкстрит Бойс, попросила Зинаида Петровна. Ну а мы с вами прощаемся уже до старта сериального трендеца, третьего сезона сериального трендеца в сентябре. Да-да, наша межсезонческая серия подходит к концу, и вот теперь уже со стартом новых сериалов, нового сериального сезона 2018-2019 года, вернемся и мы, как я уже и сказал, с третьим сезоном сериального трендеца. А там вас, как обычно, ждут интересные новости про ваши любимые сериалы, ваши любимые спойлерные, а главное... Деня! День! Ты где, День?